Вокруг строительства жилого комплекса в Караганде разгорается скандал. Работы только начались, а люди уже вышли на акцию протеста. Горожане узнали, что возле их микрорайона появится предприятие по производству бетона и отказываются дышать опасной пылью. На месте событий побывала наша съемочная группа Марина Золотарева с подробностями. Бетонный завод будет запылять все наше хозяйство. Все дома, дети будут затыхаться. Прямо с утра на Голубых прудах страсти кипели нешуточные. Микрорайон находится на пригорке. Ветра здесь дуют всегда. Когда люди узнали, что рядом появится предприятие по производству бетона, забили тревогу. Ведь вся пыль пойдет к жилым домам. А цементный завод – это значит, что в воздух будет выделяться оксид азота, диоксид серы и различные ядовитые элементы, которые будут выбрасываться в атмосферу. И поэтому мы будем здесь задыхаться, и все будут жители этого района, все будут больные. Завод хотят установить на время, пока не закончится строительство нового микрорайона. Здесь планируют построить 10 многоэтажек, школу и больницу. И чтобы сэкономить на доставке бетона, подрядчик решил наладить производство прямо на месте. Будет построен, поставлен и установлен бетоносмесительный узел, но это не бетонный завод. То есть габариты у него намного меньше, все производство будет производиться в силосах. Отдаленность от микрорайонов, санитарные нормы все будут соблюдаться. Застройщики уверяют, что будут изготавливать жидкий бетон закрытым способом, и никакие выбросы людям не грозят. Однако жители микрорайона против любого производства бетона возле своих домов. По проекту бетонный завод и узел не предусмотрен. Если он не соответствует проекту, то архитектурно-планировочное задание ему не дадут, поскольку не соответствует ПДП. Мы, со своей стороны, тоже напишем в управление, запросим, чтобы они приняли меры по качеству и, точнее, законности строительства на данном объекте. Люди сказали твердое «нет» такому соседу и грозятся перекрыть дорогу, если застройщики не услышат мнения жителей. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Сайран Акамбаев, Караганда. Итоги дня.